Вы знали, что иногда во время полёта пилот засыпает? Или что маска на борту самолёта даст вам кислорода всего на 15 минут? Узнав о таком, нервничать начинают даже те, кто никогда не боялся летать. Но эти факты на самом деле не должны пугать, потому что самолёт по-прежнему считается более безопасным видом транспорта, чем любой наземный. Сегодня я покажу вам самые интересные моменты авиации. Прежде чем совершить посадку, самолёт проскользил по водной глади прямо под мостом. Во время полёта у этого военного вертолёта закончилось топливо. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку на пляже. А вот так водолазы отправляются в воду прямо с военного вертолёта. Практически так же, как и парашютисты, только воду. Я понимаю, что эти военные готовятся к выполнению серьёзной операции. Но всё равно не могу без юмора смотреть на их головные уборы. Похоже, они будут прикидываться кустами. С помощью вертолётов часто транспортируют очень тяжёлые грузы на дальние расстояния. Например, даже грузовик. Представляете, что будет, если тросы окажутся недостаточно прочными. Но, к счастью, всё прошло хорошо. Лошадь, конечно, легче, чем грузовик. Но при транспортировке животного возникают сложности, связанные не только с тяжестью груза. Не только люди боятся летать. От сильного стресса сердце лошади может не выдержать. Поэтому ей завязали глаза. Пилот этого грузового самолёта, к счастью, сумел посадить его, несмотря на неисправный двигатель. Хотя это было совсем непросто. Высота Эйфелевой башни равна 300 метрам. Возможно, поэтому пилот решил пролететь под ней, а не над ней. Как думаете? Этому парню нужно попасть в Техас. И для него это не проблема. Потому что у него есть свой собственный планер. И погода как раз лётная. Так что он просто разогнался и полетел. Это посадочная площадка на корабле. Из-за сильного ветра вертолёт сначала раскачало, а затем и вовсе перекинуло. Конвертопланы очень большие и тяжёлые. Их вес достигает 30 тонн. В Англии во время взлёта конвертоплан разрушил вертолётную площадку прямо над ним. Этот бомбардировщик выглядит очень необычно. И посадка его выглядит весьма эффектно. У этого самолёта закончилось топливо. Пилот совершил посадку прямо на шоссе. Заправился и полетел дальше. Чтобы летать на таком планере, нужно иметь много друзей. Смотрите, сколько людей приняли участие в запуске. А вы бы хотели полетать на таком транспорте? Этот Boeing запускают впервые. Вы только взгляните, какой густой дым валит из двигателя. Несмотря на штормовой ветер, этот планер приземлился, и пилот не пострадал. Эти кадры были записаны в Швеции. Но на этих кадрах мы видим, что порывы ветра гораздо сильнее, чем на предыдущем видео. Ветер подхватил самолёт земли и отбросил назад. Этот самолёт пролетел так низко над водой, что чуть не ударил крылом по голове кого-нибудь из людей, которые купались в тот момент в реке. Посадить этот вертолёт, как положено, не вышло. Смотрите, что произошло после посадки. Он долго вращался вокруг своей оси. Пилот этого самолёта решил взлететь, несмотря на сильный ветер, но очень быстро пожалел об этом. Он не только не взлетел, но и разрушил самолёт. Пожары часто тушат самолётов. Тогда на очаг возгорания выливают тонну воды. Этот парень не успел вовремя отойти. И представляете, каким душем его окатило. Этот самолёт сбился с курса и так и не долетел до аэропорта. Эти кадры были записаны в Судане. Пилот не справился с управлением вертолёта, и при посадке у него отпал хвост. К счастью, сам пилот не пострадал. Чтобы забрать этих скалолазов с вершины горы, пилоту этого вертолёта пришлось продемонстрировать высший пилотаж. Во время съёмок фильма этим двум вертолётам пришлось летать слишком близко друг к другу. Теперь, когда в фильме вы будете видеть вертолёт, который летит в воздухе, будете знать, как снимаются такие сцены. Этот самолёт полностью покрылся слоем льда после снежной бури. С его крыльев даже свисали маленькие сосульки.